И вот современность после 60-х годов прошлого столетия, когда постструкторалистская волна началась, вот эта волна как раз говорит о том, что с философией что-то произошло, что метод больше не работает. Потому что метод – это всё-таки совокупность приёмов схватывания для того, чтобы воссоздать картину мира. И ты как бы его отстаиваешь. Поэтому метод всегда включает в себя экспансионистские какие-то вещи, какую-то группу учеников, которые должны отстаивать. Не обязательно должно быть такое ортодоксальное отстаивание, но широкое распространение. И какое-то время, вот часть XX века, вот распространение филологического метода, психоаналитического, позитивистских моделей, там, и так далее, был естественным процессом. А сейчас, я не знаю, поскольку англосаксонской философией я не занимаюсь и мало её, так сказать, изучаю, кроме отдельных авторов, но они меня интересуют не как англосаксы. То есть не как люди, исповедующие какую-то свою моральную доктрину или какое-то представление философии, а просто люди, которые дают мне какой-то опыт и какое-то новое знание. Поэтому я полагаю, что те изменения, которые произошли, формулируются совершенно сейчас по-другому. Я вот сформулировал таким образом, что метод стал идеей, что идея – это способ организации материала. А вот применение метода в определённых условиях, допустим, не даёт нового знания. Вот если вы начнёте филологический метод применять к чему-то, да, вот с таким постоянством, а если вообще включать гуссерлевскую ортодоксию какую-то, то это будет отсутствующий результат. То есть фактор идеи, обновления материала, какого-то взгляда, он существует уже независимо от тех технических и методических приёмов, в которые философия как бы могла сложиться. Вот это происходит вот такое нефилософское развитие философии. То есть и следующий момент, очень важный, который я тоже постоянно обсуждаю, что вот это понимание и организация материала вокруг идеи какой-то, которую ты хочешь, связано с исследовательскими программами. Что сегодня философия или существует как исследование, или оно вообще не существует. Потому что нельзя мне рассказывать про Канта, мне нельзя про Геги рассказывать, мне нельзя ни про кого рассказывать. Мне, как историку философии тоже, не нужно это знание. Другое дело, что обучение философии, образовательная сторона образования, она остаётся в пределах классических систем философства, как образцы опыта и так далее. Можно по-разному это передавать, эту историю философии, но тем не менее она является очень важным образовательным моментом. Там же, где мы касаемся каких-то инноваций, где философия может сформировать какой-то новый взгляд, вот, к сожалению, это рубежные, пограничные ситуации. Там рождаются какие-то идеи сопоставления, но которые ты не можешь превращать такую как бы в метафору простую, или играть с этим, а ты должен это исследовательски обосновывать вот этот важный фактор включения идей. То есть не только идеи. Каждый человек, как известно, полон идей. Полон идей. И все они неудачные. Потому что он не предполагает, что идея несет какую-то ответственность в виде метода, ответственность похожую на метод. То есть ответственность за то, чтобы эту идею обосновать. А для этого нужно проводить новые исследования по материалу. Развитие философии традиционной, классической, шло от того, насколько удачно кто-то прочитает предыдущего мыслителя и способен понять, что делать дальше. Как может развиваться системное мышление. Ну вот Спиноза, Лебнец читает вдвоем локоть, локтю, Декарта. Потом появляется Гегель, который не спит ночью, восхищенный критикой чистого разума и так далее. Там есть такая преимственность и понимание, что системно-созидательная картина мира является основной. А сегодня мы сталкиваемся вот с такой проблемой, которую я выразил вот так, может быть, односложно, но все-таки для меня это очень достаточно точно. В каком-то смысле я тоже возвращаюсь к платонизму. предполагая идею, такую вот идею, эйдос такой своеобразный, который лежит в основании бытия. Ну, дальше я не хочу метафизику туда ступать, я веду просто исследовательский программ. вот, и так, ну, чураюсь, отказываюсь от метафизического обоснования. Мне кажется, это какая-то угроза исследовательской программе. Вот. А старый эрхаизм – это вот как раз метафизическое представление о философии, когда категориальный порядок можно все время выдавать за понятение.